Вы непосредственно участвовали в реализации двух крупнейших международных проектов КТК и трубопровода «Казахстан-Китай». Расскажите, пожалуйста, об этом. В 1992 году я пришел работать в Министерство нефтегаза, тогда Министерство энергетики. Я назывался главным Министерством тогда Адрик Роковец-Байкенов. Естественно, это было, значит, мы будем говорить, на заре нашей современной независимости или современной истории и, наверное, направлении транспортировки нефти и газа из Республики Казахстан, так как руководитель государства поставил ставку на нефть в стране как хребет развития экономики или основок. Естественно, требовалось решить вопрос экспорта нефти. Существующая в то время экспортная система была в основном ориентирована на нефтепровод от Раус-Амара и дальше через территорию Российской Федерации, которая контролировалась соответствующими компетентными нормами России в части тарифа, доступа, распределения, направления, что вызывало определенные, будем говорить, сложности и неудовлетворение, значит, потенциальных инвесторов, которых в Казахстан пришли осваивать нефтяные месторождения. В частности, это тенгизское месторождение. И тогда поставлен был вопрос искать независимый экспортный маршрут. Этот вопрос предшествовал изучению многих направлений, которые потенциально возможны были из Казахстана, в том числе через Каспийское море, направление Баку-Джейхан, через Каспийское море Иран-Персидский залив, на Китай и через Среднюю Азию, Индия, Пакистан. Естественно, каждый маршрут представлял определенные сложности в плане географическом, политическом и, будем говорить, технологическом. Риски транзитных стран, технические риски, экологические риски, политические риски, и все это оценивалось, было проведено изучение всех потенциальных маршрутов. По-моему, консультант это делал Эрнас Янко. И, естественно, были определены определенные приоритеты. После этих, будем говорить, изучений, рекомендаций консультантов международных компаний, естественно, инвесторы, в первую очередь, шеврон, который пришел на тенгизское месторождение, определили, что самый выгодный, быстрый и безопасный маршрут – это тенгиз-новороссийский, или, как мы называем, КТК. После этого этот приоритет, когда был определен и утвержден президентом, начались переговоры, эти переговоры начались в 95-м году, где-то в мае месяце. Но до этого переговоры шли уже по этому проекту, потому что сам Каспийский труппроводный консорс был образован еще в 92-м году. Он тогда был образован Россией, Казахстаном и Оманом. Но такой состав не удовлетворял, и условия этого консорсия не удовлетворяли, будем говорить, участников тенгизского проекта. Это, в первую очередь, шеврон и аксельмобил. Поэтому они требовали соответствующей доли проекта, определенных условий, гарантий, в том числе со стороны и правительства Республики Казахстан, и Российской Федерации, к чему предшествовали переговоры. С мая месяца непрерывно шли переговоры в Москве до декабря 96-го года. Это было 8 компаний и 3 страны. Естественно, как говорится... Участники, да. Я кошкарн баса барказан асиматты, да, здесь столько участников. И я думаю, что именно заслуга тогда руководителей, в первую очередь, в то время уже руководителем пришел, господин Балгимбаев Мирлан Митепович, значит, позволило консолидировать, будем говорить, интересы всех сторон, прийти к согласию по договору, который назывался реорганизацией существующего КТК Limited, в два акционерных общества КТК Р России, КТК К, под единым, как говорится, управлением и едиными условиями. В 96-м году, 5-го декабря, 6-го декабря, мы подписали этот договор. С тех пор началась реализация, и сегодня этот проект, как мы его называем, проект проверенный времени, по нему экспортируется более 60% объема нефти, который добывается в Республике Казахстан. Это главный экспортный маршрут, который создал благоприятный инвестиционный климат для последующих нефтяных проектов, таких как Кашаган и другие проекты, которые сегодня стали привлекательными, при наличии вот этой безопасной, надежной и эффективной системы транспортировки нефти. Я считаю, что этот проект, который, мы будем говорить, является основным проектом нефтяной отрасли, так как он позволил именно реализовать потенциал нефтяных запасов Республики Казахстан во благо развития экономики, во благо, как говорится, народа Республики Казахстана. А по второму проекту нефтепровод Казахстан-Китай? Ну, когда мы завершили этот проект, значит, естественно, значит, ставилась задача, и она постепенно решалась в эти годы. Естественно, значит, рассматривался вопрос на потенциальный такой рынок, который всеми и зарубежными экспортами прогнозировался как потенциальный в будущем, и это время доказало, что Китай в будущем стал одним из главных импортеров нефти, и он искал варианты, в том числе из Казахстана. Сегодня, значит, существуют экспортные нефтепроводы из России в Китай. Китай в основном покупает нефть в странах Персидского залива, в Западной Африке он диверсифицирует поставки, и это, как бы, дополнение к ЭТК позволяет, значит, ну, будем говорить, диверсифицировать экспортные поставки. Ну, там уже шла другая, значит, будем конструкция договоренности, потому что это было две страны на уровне межправительственных, и, в первую очередь, переговоры были, это благодаря переговорам президента Назарбаева, с руководством Китая, переговоры между Министерством энергетики, господин Школьник, значит, господин Карабалин, господин из Мухаммеда принимали участие, значит, тоже где-то с 97-го года мы эти переговоры начали, и где-то в 2004 году, только 7 лет, да, значит, ну, пришли к согласию по строительству первого участка нефтепровода, это Атасу Алашенко. Тоже, видите, это не так просто, естественно, значит, этот тоже проект был с учетом международного финансирования, приемлемый для международных банков, все условия, которые мы, значит, ранее будем разработать для КТК, они были использованы, и нам чуть-чуть в этом плане легче было, значит, китайской стороны такого опыта не было, но у них были зато свои, это, будем говорить, их интересы, и нам удалось сбалансировать эти интересы, и в результате 50 на 50 было создано совместное ТО, которое реализовало данный проект, и сегодня он тоже востребован, и является одним из дополнительных, будем ли, для КТК маршрутов, для транспортировки нефти из Казахстана в Китай, кроме того, мы обеспечиваем по нему транзит и российской нефти сегодня в Китай, таким образом он тоже, как бы, свою состоятельность или жизнеспособность доказал, и сегодня востребован для экспорта нефти из Казахстана. Спасибо. Григорий Максутович, Вы возглавляли две нефтегазовые национальные компании нашей страны, какие моменты Вам особенно запомнились? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, ну, я вначале говорил, что сначала в современной истории Казахстана ставка была сделана на нефтегаз, и, естественно, это оправдалось сегодня 30 с лишним лет значит Казахстан существует, развивается, благодаря, во многом благодаря потенциалу, будем говорить, нефтегазового сектора Казахстана. Мы, больше, я больше занимался вопросами, как я сказал, создания сопутствующей инфраструктуры для привлечения инвестиций, и сегодня благодаря вот именно созданию инфраструктуры для экспорта нефти активно начал развиваться и Кашаган, в 16-м году начал долбучу, до этого Карачаганак тоже вышел на определенную производительность, Тенгиз уже сейчас третью фазу своего развития завершающую осуществляет, то есть наличие вот именно инфраструктуры для экспорта нефти создавало, будем говорить, благоприятный климат для реализации этих проектов. Нам удалось, мы еще и реализовали наш транзитный потенциал, мы реализовали проект Туркменистан, Казахстан, Китай газовый, да, всего где-то мы построили около более 4 тысяч километров нефтепроводов новых за современную историю и почти 6 тысяч километров газопровода. Все это сегодня создает, будем говорить, тот, мы будем говорить, необходимую инфраструктуру, мы будем говорить, поддержку для инвестиций в нефтегаз Казахстана. И безусловно, мы были свидетелями значит реализации таких крупных проектов, которые у нас сегодня являются жемчужинами там или алмазами нашей нефтяной отрасли, это тенгийское месторождение, это Кашаган значит сегодня реализуется его в первую очередь, Крачагана, не говоря про потенциал месторождений, которые были ранее разработаны уже казахскими, будем говорить, нефтяниками, это октябрьская жена жоэльская группа, Кенкияк значит и сегодня Казахстан именно я считаю, что мы сделали хорошую работу значит которая именно как бы подтверждает правильность выбора на тот момент в части создания экспорта экспортных как говорится трубопроводов для нефти так и для транзита и внутренней потребности газа и я считаю, что эти проекты ну они будем говорить являются такими важными вехами развития отрасли Казахстана современного Казахстана что позволило увеличить добычу где-то в 92-м году по-моему мы добывали 16 миллионов сегодня почти 90 миллионов 5 с лишним раз газ тоже мы там добывали где-то 10 миллиардов сегодня он уже почти 40 миллиардов добываем газ КТК допустим уже за время эксплуатации скоро наверное в следующем году уже миллиард тонн миллиард тонн это уже несколько месторождений выкачали из Казахстана все благодаря именно наличию безусловно значит я считаю что труд нефтяников он был будем говорить очень важным для создания современной как говорится современного Казахстана современного экономического роста то что вы рассказали это является историей казахстанской нефти в канун праздника ваше пожелание нефтяникам ну история казахстанской нефти безусловно 125 лет да говорим 125 лет интересно вообще считается мировой практики добыча в 1856 году на 40 лет раньше в Америке добыча сейчас наши азербайджанские друзья доказывают что у них еще раньше в 1846 году началась добыча нефти наравне с добычей нефти на Бакинском побережье значит и в казахстане значит братья нобили они приходили сюда и вот это Карачунгул значит Эмба Досор это все значит берет историю 125 лет тому назад безусловно мы прожили это было разные периоды значит социально-экономического будем говорить система казахстана царская россия потом был там Советский Союз сейчас независимый Казахстан и я считаю что нефтяники достойно будем говорить сегодня оправдывают свое назначение во имя развития Казахстана с чем я всех моих коллег дорогих поздравляю желаем нам больше нефти здоровья и благополучия с праздником нефти нефти к он Продолжение следует...